Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы понемножку начинаем нашу деловую программу сегодняшнего дня. Спасибо вам, что присоединились. Я постараюсь, чтобы вам было интересно. Это завтра. Завтра. У меня около часа, когда я снимаю выступление. И вообще я занимаюсь тем... Я руководитель институтом развития и индустрии моды, поэтому это, вроде бы, не совсем одно и связано с тем, что делаете вы и чем вы занимаетесь, когда на самом деле это все и является индустрией моды. На самом деле, смотреть на народно-кудровственные промыслы, на культурный код и нужно именно глазами индустрии моды, потому что во всем мире это называется на нападе индустрии моды. И очень хорошо, что здесь название как раз звучит «Стиль жизни». Потому что, ну, как бы что такое «Стиль жизни»? Это по факту, как это такие ролевые модели, которые индустрия моды создает для того, чтобы люди, потребители с этим работали. Я чуть-чуть расскажу о себе, а потом расскажу вот некую комбинацию, которую мы стараемся сделать в рамках наших партнеров. Какие-то выводы вы из этого, наверное, сделаете для себя сами, потому что вы можете вот ту систему работы, которую вы выстраиваете в индустрии моды, положить на свои бизнесы и увидеть возможности для совместных проектов. Потому что, ну, как традиционные промыслы цифровизируются в музей, это один путь их сохранения. Да, но самое главное, ну, как бы, та, как бы, та культурная информация, которая, да, будет цифровизирована где-то, хранится на серверах, это одно направление, это нам нужно, чтобы вспомнить, в какой-то момент прийти к этому как библиотеку. Но самое главное, это работа с современной культурой, с современной модной культурой, молодой культурой, да, потому что традиции продолжаются, если 15-летние очарованы этим. Да, и как же, когда заходит новый большой сервис, такой, как ТикТок, он заходит 12-летний, потом это все превращается, как бы, дальше. То есть надо понимать, что тренды, вообще большая палитра, как работает тренды, почему большая с кема, они заходят в молодых ребят, и потом двигаются дальше. Вот, я чуть-чуть расскажу, чем мы занимаемся. Если будет, ну, если будут какие-то вопросы, то есть стесняйся меня перед двери, ну, останавливать и задавать вопросы. Мы проработали, у нас около 14 тысяч человек, которые когда-то работали с нами, в моих проектах, участвовали в наших мероприятиях и форумах, это вот Торбас, и с которыми работаем. Мы побывали в большом количестве городов, вместе с ними прорабатывали какие-то проекты совместные, в том числе у нас есть несколько проектов для народных художественных промыслов, вот я вам отдельно потом расскажу. Отлично. Да, в общем, чем мы занимаемся? Мы занимаемся моделированием партнерских стратегий. То есть индустрия моды – это когда много игроков, кто-то производит, кто-то фотографирует, кто-то журналами занимается, кто-то выстраивает экосистемные проекты. Мы появились в 2015 году и начали проводить форум ежегодно в Москве. В этом году форум пройдет в пяти городах. Если вам интересно, то заезжайте к нам в Екатеринбург, в Сочи, в Мешкалу. Мешкалат игра будет посвящена народным художественным промыслам, если вам будет интересно, но точнее традиционным ходом и их интеграцией, потому что именно огромное количество наследия грозит в Дагестане, у многонородов и некоторое такое в хорошем смысле отставание, когда они не смели всю свою культуру каким-то модным будущим, они постарались это сохранить, и это в правильное направление. В 2019 году мы слижем поиск форуму. Форум – это много людей. Вот такая большая группа экспертов, куча профессионалов, которые приходят делиться лучшими практиками. Они рассказывают, как у них устроен бизнес, и другие профессионалы слушают. Мы в какой-то момент эту выжимку... Мы в какой-то момент эту выжимку превратили в институт. То есть мы из экспертов вынули последовательность практики и начали ими делиться в одном с вами, как бы превратив этот... Ну, форум – это два дня, пять залов, куча лекций, куча всего. Это все одному человеку не услышит. Мы это превратили в некий скриптей, действия института развития индустрии года. И сейчас мы работаем, собственно, с моделированием партнерских стратегий, то есть последовательность действий. Вот наш большой форум. Выставка, с которой мы тоже делали промышленно-ориентированная, где демонстрируются обучные образцы, и дальше поляр закупал их. В двух словах мы занимаемся тем, что у нас есть какие-то продукты, и мы работаем в сообществе. То есть в сообществе эти 14 тысяч человек, они время от времени к нам приходят на мероприятия, и что с ними дальше делать? Просто собирать на мероприятия – это не очень эффективно. Смотрите, есть очень важная информация, которая сейчас касается всех. Да, простите, пожалуйста, чуть-чуть из-за того, что вы на первом ряду, чуть-чуть это отвлекает. Да, извиняюсь. А, извиняюсь. Решу. Да, окей. Да, смотрите, как бы как описать ситуацию с рынком в России? Здесь очень важно увидеть возможности для развития в том числе традиционных промыслах. У нас около 25% рынка освободилось, по некоторым процентам гораздо больше. Да, это не потому, что этих брендов нету, это не потому, что нет этих брендов регулярных украшений, а потому, что они не могут рекламировать, грубо говоря, да. Они ослабли. Эта ниша – это не то, что как бы вот она свободна, вы делаете сейчас все, что угодно, и будут покупать. Нет, это не произойдет. Но занять эту нишу сейчас появилась возможность. Здесь целиком про бренды рассказывается, не только вот про ремесло, потому что ремесло – это сразу племиальный сегмент и выше племиального сегмента. Здесь, как бы, племиальный, чуть ниже племиального. Но, как бы, в той же Казани открывается ниша 3 миллиарда рублей. То есть, это те товары, те бренды, которые, как бы, были сильны, развивались, как бы, Ветон, там, не знаю, вот, но она неограничена, Шанель неограничена, как бы. А Валентияго – они неограничены. У них, как бы, большой спектр продукции, в том числе, там, какие-то изделия, связанные, но с ручным трудом. И это как раз то, чего не хватает российским брендам, которых много, десятки тысяч российских брендов, но которые с вами тоже не умеют работать. Занять эту нишу не сможет бренд, не сможет бизнес, не сможет, как бы, какая-то компания по отдельности. Эту нишу занимает вся экосистема. И производство, и продвижение, и социальные сети новые. Вот эту нишу можно занять только неким таким коллективным действием. И вот это вот коллективное действие, такой групповой хореографический танец из многих элементов, мы стараемся сейчас настроить. Так, что-то заглядывалось. Да, смотрите, каким образом вообще простраивается эта система? То есть, если мы рассчитываем на то, что Казань будет когда-то красиво, нормально развиваться, здесь будет взрыв, как мы это назвали, Казань – мировая столица моды, мне попросили понятным языком говорить, вот Казань – мировая столица моды. Как это делается? Это делается, ну, если опираться на науку, то, как бы, самое главное, это будет цифровой двойник. Мы должны сделать так, чтобы вот марка хочет поработать с каким-то промыслом, она вкрывает параметры, находит этот промысел, как бы, просчитывается заказ, ну, в некой процедуре работают эти действия. Без этого результат будет неустойчивый. Мы попробуем, потом идем, потом как бы сломается, потом у нас, как бы, там, может все что угодно произойти, танки могут быть, или там еще какие-то моменты. И все это разрушится. Но для того, чтобы дойти до этого цифрового двойника, для нашего партнерства, отцифрованного по всем этапам, нам нужно сначала договориться о терминах. Мы должны понять, вот, как бы, когда политех, МФТИ и МГУ проектируют развитие региона, они проектируют развитие всех, например, народных художественных промыслов, они, как бы, говорят о том, что, да, нам нужно цифровать, работать, и все эти штуки только так могут работать. Но сначала мы должны договориться о двух терминах. Поэтому я вам расскажу немножко о терминах. Если вам дальше будет интересно, детализация, мы можем в нее ввести. То есть нам нужно договориться и понять, с чем мы с вами работаем. И вот тут, как бы, какое-то время назад мы ввели такое понятие гибридный продукт. То есть продукт, который является, с одной стороны, материальным, а с другой стороны, информационным. Да, и по всем циклам материальным и информационным у него есть, как бы, система работы с производством и система работы с, ну, как бы, с распространением этой информации. Почему в индустрии мода это очень важно? Потому что, когда прошла вторая промышленная революция, в 50-е годы, как действовала, как работала вся эта система? Фабрика производила продукты, наступала в магазин, доходила до потребителя. Здесь, как бы, действует закон масштаба. Чем больше мы произведем товара, вот, не 100 экземпляров на одну вещь, а мы хотим 5000 экземпляров на одну вещь. И вот все начали производить 5000 экземпляров на одну вещь, по операционному разделению труда в швей, да, и, как бы, это привело к чему? Потому что фабрики развились, у нас тоже прекрасно развились фабрики в Иваново. И дальше это, как бы, вот в России, и за счет того, что был госплан, у нас, как бы, не получилось выстраивание рынка. А что произошло на Западе? На Западе мы оказались в ситуации перепроизводства. Вот средний магазин, там, в Париже, Лондоне, ну, вообще, в среднем такая ситуация, приходит человек в магазин, и он видит перед собой, как бы, что вещей больше, чем ему надо. Вот он, 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 это не дефицит, как в Советском Союзе, когда занимаешь очередь и пытаешься получить хоть какую-то вещь, это перепроизводство. И в этой ситуации перепроизводство. Вот скажите, какую из этих вещей вы бы выбрали для себя? Почему? Да, ну, если бы вот здесь не было этой ситуации, да, то вы смотрите на эти вещи, и вы можете как-то поспорить, охарактеризовать, даже потрогать вещи, но об этом недостаточно, потому что, ну, как бы, всех вещей, они все, как бы, друг у друга немножко копируются, они, как бы, с этим работают, вы не можете выбрать по самой вещи. Для того, чтобы продать эти вещи, начинают о них рассказывать. И появляется, как бы, это называют третья промышленная революция. То есть вторая промышленная революция – это фабрики, электрический свет, 16-часовой рабочий день, да, когда, как говорили, всегда светло, там могут работать кто угодно, там, взрослые дети, по операционному разделению труда, низкое качество профессий, вот как, собственно, это все много где начиналось. Но следующее, третья промышленная революция – это когда рассказ начинает продавать. Те фабрики, которые просто производили вещи, они из производственного цикла уходят, и они перестают работать с потребителем, конечно, либо уходят в низкомаржинальные зоны, как в Амбрии, да, то есть когда у тебя, в принципе, конкуренция идет только по продукту, и сама платформа это не перестраивает. Но, как бы, они, на самом деле, ушли в цепочку. Они не вышли в цепочки вот фабрики, которые производят вещи, они стали вторыми за брендами, а в Амбрии заняли бренды. И вот это этап, который называется этап постиндустриальная третья промышленная революция, вот когда о ней говорят экономисты. Здесь мы видим не просто фабрика, которая производит материальный продукт, он попадает в рутейл, доходит до потребителя. Здесь, однажды, здесь уже главным игроком становится бренд. Этот бренд производит не только материальный продукт, но и медиапродукт, вот как в современном мире, да, информацию, рассказ, стори-телинг, фотографию. И, как бы, эта фотография попадает в какие-то журналы, газеты, мы начинаем об этом рассказывать, рекламная кампания. И только вот таким совместно работаем, вот они создают ценность, а здесь и узнаваемость, и запоминаемость. Знаете, вот говорят, что мы сейчас работаем в экономике внимания. То есть вот если мы получили внимание через информационный продукт, удерживаем внимание и остаемся подписчиками вот этого постоянного контента, то после этого мы начинаем покупать. И вот это вот произошло, происходило под давлением профицита. На Западе на протяжении 50-70 лет проходила трансформация из индустриальной экономики в постиндустриальную, где главными были фабрики, а потом главными стали бренды. И вот МХП – это бренды. Соответственно, именно эту индустрию, когда описывают, то есть когда Минпроторг анализирует нашу индустрию, у него есть термин «легкая промышленность». У него нет термина «индустрия моды», потому что у нас третья промышленная революция не произошла. Они физически не могут, ну, юридически, как бы, это описать. Они, как бы, все учебники, которые написаны, это учебники легкой промышленности. Да, а мы, и в этой легкой промышленности, работа с медиа, работа с инфлюенсерами, с каналами влияния – это маркетинг. Как бы, и, соответственно, сдвигается немножко вот вся точка зрения. А на самом деле это не маркетинг, это равноценно. Да, вот именно это гибридный продукт, который, когда описывает «Business of Fashion», крупнейшее там издание, которое работает с люксовыми брендами, вместе с McKinsey, крупнейшим агентством, они называют это «индустрия моды». Они описывают это «индустрия моды». У нас нет, в принципе, описания «индустрии моды», рынка, емкости «индустрии моды». У нас другая немножко терминология. И поэтому мы не попадаем, у нас слепая зона. Что такое «индустрия моды» как бы? Это «индустрия моды» или нет? Там вот фабрики в Иваново. В Иваново 10 тысяч фабрик производств. Одежду, которую мы никогда не покупали и никогда не купили. Потому что у нас перепроизводство. Мы приходим, мы покупаем ту одежду, о которой нам интересно рассказывать, как-то презентовать себя. В общем, и нам нужно сейчас быстро пройти эту третью промышленную революцию, одновременно с четвертой промышленной революции с цифровизацией всех этих процессов. Ну, и другими изменениями, которые есть, мы об этом сегодня говорить не будем. Но надо понимать, что все эти игроки, они должны быть либо внутри вашего бизнеса, если у вас НХП, ваш бизнес, вашей фабрики, либо это должна быть партнерская сеть. И вот поэтому мы, ну, и мы, соответственно, работаем с компаниями тоже таким образом. Либо мы помогаем настроить вот эту, как бы, ну, цепь партнеров, да, ребят, вы сделаете съемку с этим, потому что у них классный Сталин, потому что их берет там блюпринт, как бы такое довольно модное издание. Ну, наверное, все остальные просто ушли, а блюпринт остался, поэтому он сейчас как бы такой лидер в этой индустрии, такой правильно закрытый с сбалансированным вкусом и с правильной тусовкой. Вот, как бы, вам нужно попасть в блюпринт, но это тоже не попадает еще в первый канал, да, то есть сейчас все как бы чуть-чуть в таких вот маленьких зонах, но по факту вот здесь вся медиаиндустрия, как бы вообще, как бы модные журналы, вот все это там, не знаю, как бы телевидение, радио, и вот как бы вся эта индустрия, это феномен третьей промышленной революции. Она появилась именно, ну, и потому что техника развивалась, и потому что, чтобы бренды продать, чтобы одежду продать, нужно превращать их в бренды, рассказывать о них. Поэтому когда какие-то... Ну, да. Что в России? В России, соответственно, не было профицита, потому что у нас была плановая экономика, и мы не перепроизводили... Это хорошая логика, чтобы не было перепроизводства, чтобы не было лишнего. Но мы сделали так, что как бы фабрики и так все продавались, мы занимали больше людей, чтобы купить эту одежду, поэтому никто не работал с информационным продуктом, с виртуальным продуктом. Мы отказывались от них, традиции мы тоже немножко заглушали, потому что у нас как бы было некое унифицированное будущее, там, было некий такой... Конечно, конечно, не засняйтесь. Да, соответственно, если не создан виртуальный продукт, то при трансляторах медиа, журналах не о чем рассказывать, им это неинтересно. Ну и, соответственно, вот вся эта штука ломается. И вот эти вот 10 тысяч производства ванновей, они остаются 10 тысячами производства ванновей, которые потребителю совершенно неинтересны. То же самое, ну, можно переложить на традиционные промыслы, потому что, ну, чуть-чуть по-другому, но по факту потребитель, как бы, мы же живем в том мире, в котором мы живем. Вот у нас, вот у меня есть, там, вот в этом я одет, вот у меня будут, как бы, эти гаджеты и какой-то набор, там, предметов дома. Вот именно понимая, как устроен человек, как устроен его быть, по идее, вот от этого нужно отматывать назад и, как бы, делать такой микс, да, то есть мы должны делать так, чтобы эта одежда была в плиту. Да, то есть наша задача, что вот, насколько я понимаю, здесь в основном, вот, кураторы, предприниматели и руководители народных художественных промыслов, да, в разных, как бы, это ремесленных организаций, это все-таки, ну, в основном, я понимаю, небольшие бизнесы. Да, мы чуть-чуть тоже познакомились, когда с Интеропторгазом работали. Вот, мы понимаем, что это небольшие бизнесы, это все, по факту, такие же примерно проекты. И вот наша задача сейчас найти этого премиального покупателя, потому что он, ну, вообще-то, ему интересно, в общем, сейчас это все увидеть. Но для этого нужно создавать современный максимальный продукт. Да, соответственно, следующим этапом, это касается, мне кажется, тоже вас, потому что все равно, в НКП много кто шьет, много кто делает предметы, и все эти предметы насыщены огромным количеством смысла зарисмовок, которых как раз не хватает вот нашим 10 тысячам дизайнеров, которые на Вайлберрис скидывают просто не пойми что, по факту, да, им это не очень важно, и Вайлберрисы тоже, как у брендов, ритейлинг, все это не так важно. Вот, они работают в товарной индустрии, а вы работаете в постиндустриальной экономике. И вот, как бы, увидеть это нужно, ну, то есть, чтобы понять, как работает эта постиндустриальная цепочка, нужно понять, что цепочка длинная, в ней есть какое-то количество игроков, и нужно понять, как они, ну, сбалансировать их к вам. Соответственно, нужно построить вот эти вот модели, архитектуру нарисовать. Обычно, как бы, для настраивания с разностью, вот если вы, как бы, те бизнесы, которые переживут 60 калибровок, об рынок, да, то есть сезон выпустили, не получилось, сезон выпустили, не получилось 20-30 лет. Вот те бизнесы из вас, которые переживут 20-30 лет, они выживут. Те бизнесы, которые 20-30 лет не переживут, они не выживут. Если вы будете делать, вот, как бы, без понимания, без простраивания этой архитектуры, ну, вы, наверное, здесь, потому что вы, как раз, пытаетесь понять, как эту архитектуру строить. И мы тоже здесь, потому что мы вас недостаточно хорошо знаем, и, вот, как бы, эти марки знаем, знаем, чем они живут, как они продаются, как они сделаны, а ФАС как бы не интегрировал. Но есть хорошая новость, что можно как бы создать целостную архитектуру, понять, как устроил бизнес не только ваш, но и ваших партнеров, чтобы вы создавали современные гибридные продукты. Об этом коллеги тоже будут сегодня много рассказывать, показывать примеры, как работает кто-то более успешный, кто-то менее успешный, но они используют именно вот эти современные, в том числе, маркетинговые методы. Вот мы как бы и твое, не будем показывать эти спайты, а если не показывать. В общем, как-то это нужно построить. И это то, как строят наши МФТИ, как бы у нас очень высокая классно развита этих технологических историй. Вот наши политехи, они как бы простраивают цепочку производства для автомобиля, и как бы во всем мире растет срок, как бы то, что это очень долго делать, а тут наоборот он падает, мы можем очень быстро это сделать, потому что это все параметризируем. Мы в цифровой эпохе, мы можем столько договориться о принципах работы, и эти принципы работы запустить. Да, соответственно, над чем мы сейчас работаем? В том числе, над чем мы сейчас работаем в Казани, я чуть-чуть расскажу, я не могу прямо на вас переложить на Литл, потому что не изучил еще вас, но на следующей лекции попозже я расскажу, может быть, чуть ближе, исходя из НХП, я сейчас расскажу про индустрию мод. Мы не против, да, что мы чуть-чуть будем говорить про индустрию мод. Смотрите, вот когда появляется марка, ну для того, чтобы... Как описать эту систему? Сколько есть? В сервисе мой сплат, а кто используется сервисом моим сплатом? Где у вас платское хранение? Где у вас? Ну вот, в общем, есть такой сервис мой сплат, в этом сервисе 18 тысяч аккаунтов, которые платят одну-две тысячи, это недорого мой сплат. Это такой недорогой облачный сервис, и там хранятся вещи, которые у вас на сплате, это удобно, чтобы понимать, где что лежит. И, как бы, что это означает? У них 18 тысяч аккаунтов. Это означает, ну, наверное, там еще есть какие-то конкуренты, 1С и что-то еще. У нас в России около 30 тысяч дизайнеров, которые имеют свой сплат в Стоке. Это довольно много. Как нам... Кто угодно. Они в Вьетнаме. 18 тысяч аккаунтов вообще не совсем точно, это как бы вот их вся работа моего сплата. Они сейчас в Вьетнаме, но где по другим городам тоже есть. Это самокупная база тех, кто у них имеет. Кого они могут отнести в категорию фэшн? Либо магазин, либо производство. Соответственно, ну, то есть, я на всех случаю умножаю на два, потому что все неизвестно, как бы. Мы еще не доработали, кто еще про него его сплата. Ну, как минимум, 1С, да, вы знаете. Но это уже более крупные компании. Ну, вот маленьких, например, вот их 18 тысяч. Как нам построить систему, чтобы эти 18 тысяч были эффективны? Как нам выстроить это? Они же не одни должны работать. Они еще должны работать с 20 тысячами партнеров. Фотографов, стилистов, тех конструкторов. Вообще огромная эта система. Для того, чтобы сбалансировать движение всех, мы должны выбрать одну опорную модель. То есть мы выбираем, на первых, как бы, не фабрику, не, там, НХП, например, не кого-то другого. Мы выбираем именно марку, бренд, который, как бы, дальше будет ходить. Ну, и вот мы предполагаем, что их, например, есть слабые бренды, есть сильные бренды, но главное, что они работают сразу и с производством продукта, и с производством информации о продукте, да, со стори-тейлингами. Соответственно, мы прописываем цикл их движения вот первого этапа до последнего, как бы. То есть сначала они понимают ДНК. Вот в случае с НХП у вас ДНК есть. В данном случае с Баленсиакой, когда заходил в ДНК Гвассаде, вот, как бы, работать, он смотрел архивы. То есть, как бы, получается, что у вас должны быть систематизированные архивы, и какой-то арт-директор, который эти архивы переработает, и, как бы, часть из них вытянет архивы. Ну, как бы, потому что его задача попасть на полку, вот, часть 7-8, это полки, в которых потребитель это купит. Да, потому что, как бы, если, ну, то есть, два направления НХП. Одно это в музей, второе это через арт-директоров потребителя. Замкнутый цикл. Пока все НХП существуют за счет дотации, это, как бы, музеификация сохранения культуры. И надо этим пользоваться для того, чтобы, ну, как бы, с современными архивы, со странными коллаборациями, непонятными вам людьми, тиктокерами, которых и я тоже не понимаю, выстраивать какие-то взаимоотношения, понимать, что они забирают, и вот проходить этот этап ДНК. То есть не ДНК музея, а ДНК современного бренда, с которым вы должны работать и заходить на рынок. Дальше, сезонная коллекция. Нам нужно спланировать этот сезон. Например, это может сделать, ну, там, один из наших партнеров, Аня Гимова. Мы, как бы, сейчас настраиваем этот модуль с ней, цифровизируем все скрипты, ну, прикладываем туда стандартные договоры, которые можно работать, и дальше мы открываем валентность для присоединения. Вот на этапе 2 мы приглашаем еще тысячу партнеров, которые могут работать в этой, ну, там, 100, например, которые могут анализировать сезон. Сейчас же очень много выпускников H&M, Antitex, ну, Antitex, то есть берем свою, как бы, команду. Вот очень много людей, которые этим занимались в других компаниях, они умеют это делать, и можно просто, как бы, систематизировать, сделать стандартный договор, этот процесс сделать таким стандартным, и сделать момент присоединения. И вам тоже очень полезно работать с ассортиментной матрицей, потому что, ну, типа, 20 изделий, 5 продается, а 5-15 нужно, чтобы восхищались, например. И они могут быть в небольшом количестве. То есть вам нужно прочитать, то есть по факту, вот, этап 2 – это бизнес-план сезона. А в одежде это ассортиментная матрица. Вот здесь слишком длинная рукова, вот это сейчас не очень, здесь лучше, в РСА, здесь все другое. Третий этап – это разработка опытных образцов. Я думаю, что вы это все тоже понимаете. Вы разрабатываете один экземпляр и всю документацию на него. Здесь, как бы, мы, вот, здесь примеры наших партнеров, не все, а, как бы, такие, ну, ориентиры, точка ориентиров для нас. Отелье «Грасс» в Петербурге, школа конструкторов. Много, много конструкторов в 3D, они тоже активно работают. И дальше вот этот модуль, мы стремимся к тому, чтобы он тоже стал типовым. И все остальные, как бы, работали тоже в этой системе. Потому что именно вот этот этап 3 нас отправляет в итоге на производство. Потому что без, ну, без правильной документации мы, как бы, в производстве. У нас будет очень высокий брак на производстве. Следующий этап – это выход на тираж. Здесь вот написано «Октовый шорум». Но могут быть другие выходы на тираж тоже. Ну, то есть после того, как вы произвели опытный образец, опытный образец вы произвели, исходя из некой анализа, который вы тоже регулярно собираете, там, не знаю, на это, например, 13-2. Вот. Вы, ну, ищите возможности выхода на тираж. Выйти на тираж нужно, ну, как-то контрактуясь, свой отдел продаж, оптовые шорумы, выставки, любые моменты, ну, как бы, понимая, куда встроиться. Мне кажется, что здесь очень большая проблема, потому что, в принципе, МКП сейчас не встроенная. Ни на какую полку, кроме Авито. Но Авито сейчас будет очень классно развиваться, и поэтому Авито тоже хороший сервис. Главное, вот это вот, ну, правильный продукт создавать. Но продукт, соответственно, вот на этапе 2 тоже создается, просто с аналитикой создается продукт, теоретически, дальше уже разрабатывается конкретный продукт. На этапе 3. 4. Это выставка на масштаб, да, как бы, поиск партнеров. 5. Это, собственно, производство, скорее всего, как бы, ну, в моем понимании, НКП это, прежде всего, производство, да, как бы, потому что, вот, ну, пытаются сдавить производство, потому что, ну, и цифровизировать в музее, вот, 1 и 5, да, вот все остальные этапы вам нужно наращивать. Все это партнерское тихонечко, либо нужно брать внутрь, либо нужно выстраивать партнерство. Как выстраивать партнерство, я сейчас позже тоже расскажу, например, применение тоже под Казани. А много кто из Казани, кстати? Никого? Хорошо. Хорошо, да, следующий момент у нас. Мы должны вывести этот продукт на полку, да, то есть место, где покупатель, где это взаимодействовать с покупателем, потому что, если вот мы все это с вами провели, сделали еще вот, ну, здесь у нас бинарность тоже на первую часть, на вторую часть разделяется, здесь у нас креативная история, да, продавляемая модель ноутбук-компейна, вот умение работать с этими моментами, и как бы и ретрансляторы, здесь вот полки физические, а здесь вот как бы ретрансляторы информационные, да, те, кто рассказывает об этом, медиа, в которых обязательно тоже нужно попадать. Вот. Соответственно, вот, ну, вот эти вот стратегии продаж, понимание того, где это должно быть, например, авито, универмаги, какие-то, которые могут какие-то части вещей брать, может быть, коллаборации с какими-то брендами, которые уже существуют, у них есть существующий канал избыта, но и вот как бы там эти бренды, и в том числе, как бы движущиеся в люкс, потому что у них тоже большой, большой, ну, большие проблемы с товаром, они как бы ищут сейчас его, и готовы были бы работать, если бы он соответствовал ценам требования, которые есть потребитель. Соответственно, вот для того, чтобы, ну, как бы мы пытаемся построить такой модель внутри работы с каждым брендом, когда мы говорим, что, ребята, вам вот так вот нужно работать внутри себя и вот подтягивать каких-то партнеров. И мы можем советовать фотографа, стилиста, кого-то еще, да, с одной стороны, с другой стороны, мы работаем это, ну, как бы, именно как групповую стратегию. Мы говорим всем матом, что, ребята, вот заходите, вот именно по этим этапам развивается, вот у нас скрипты готовые, вот у нас партнеры, с которыми вы можете напрямую общаться. И вот как бы мы запустили такой бизнес-клуб, платформу, в которой как бы люди заходят и получают эту информацию, общаются друг с другом и за счет немного ограниченного входа у нас получается, что именно эксперты приходят к нам сюда. Да, соответственно, как правильно... Так, как правильно проектировать вот эти вот процессы. Ну, тут мы... Я завтра расскажу про два наших... У нас был интересный Хакатон с Гженью, когда мы прорабатывали модели работы. Здесь вот Хакатон для мультибрендов и универмагов. В ноябре мы его спроектировали на форуме. Ну, точнее, ну, мы, что-то раньше спроектировали, в ноябре на форуме показали, обсудили с всеми участниками партнерской цепочки, как они могут работать и дальше запустили. Закончилось это тем, собственно, производством. Сейчас увидите марки, которые в результате этого получились. Самая главная наша задача была настроить вот это вот взаимодействие премиум ритейлер. Ну, в России их там, не знаю, 200, наверное, таких, ну, там, люксовых, которые закупали там всякий Stone Island и вот такие штуки. Ну, известные большие бренды, которые они именно закупали. Как у них шла работа? Премиум ритейлер приходит в шоурум, агентство помогает ему, как бы, ну, договариваться с маркой и на деньги премиум ритейлера марка заказывает производство. Тут устроено таким образом, да, что вот на шоуруме марка с агентством вместе собирают заказы премиум ритейлеров, получают групповой заказ, потому что иначе это не выживает, получают предоплаты 30%, запускают это все в производство, то есть производство, но марка почти не вкладывает в производство, она вкладывает в производство только немного, да, ну, как бы, как уже народные бренды, да, Stone Island по России продавался на, по-моему, 700 миллионов, да, они не вкладывали 300 миллионов в производство, они вкладывали 10 миллионов в производство сэмплов классных, может быть, еще, в классную компанию, рекламу или во что-то еще, но как бы все врум они приносили сэмплы, туда приходили ритейнеры, видели, что это классная марка и делали понемножку заказов, на 30, 50, там, сколько-то еще, и вот получалось в итоге вот, 700 миллионов тот оборот, который они в России делали. Одна марка с немножко небольшим бизнесом, безусловно, это все сложная структура, последовательность, которую нужно удерживать, куча людей, с которыми они работали, но по факту они выстроили вот эту партнерскую цепочку. Наша задача тоже построить вот похожую партнерскую цепочку. Марка является премиум-ритейлер, и вот мы как бы постарались архитектуру для цепочки построить, было таким образом котом, потом подготовка и конкурс, мы собирали, вот такой очень важный момент, смотрите, самое главное, что здесь вот эта партнерская цепочка, я сейчас вернусь, и Презускина, эта партнерская цепочка, как она работала в Советском Союзе? Мы берем производство, мы стараемся сделать очень качественное надпроизводство, и мне кажется, у вас так же работают. Мы стараемся сделать очень качественное производство, и через PR как-то его классно скачать, как бы, и постараться попасть. И никто из ритейлеров не будет с вами работать, потому что это контрактация снизу. Вот здесь нужно 60 раз попробовать, типа 30 лет. Если вы заходите к ритейлеру и говорите ритейлеру, что, ну то есть, если ритейлер дает свое техзадание, то приходите, например, там, не знаю, любой магазин в вашем городе, премиальный, вы приходите, показываете, что у вас есть, говорите, что вы можете что-то там с ними сделать, и он дает техзадание, я хочу сделать то-то. Вот из-за того, что вы предложили, вот я, может быть, готов поработать с этим. Вот это вот обратная контрактация, когда премиум ритейлер дает запрос марки, марка дает запрос на производство. Вот это очень важный принцип, который, мне кажется, нужно понимать. Здесь мы на Дакатоне собрали критерии закупки у ритейлеров, что они хотят, в каком формате информацию. Быстренько получили маркер делать лайн-шитые вот такие материалы, с помощью которых ритейлер делает эту закупку. Презентовали концепции коллекции, они отобрали, кому делать, кому не делать. То есть вы не делаете. Ну то есть мы обсудили, болтали, провели конкурс, они, ну, мы показали, и ритейлер говорит, нет, вам не надо, вам рано. Ну и мы сами видим, там кому-то рано. Соответственно, и только те, кого предварительно отобрали, пошли и сделали опытные образцы. То есть мы сэкономили еще на работе с опытными образцами. Те, кто сделали опытные образцы, они ушли в производство, сделали вещи и попали, собственно, к нам в шоурум. И в шоурум уже ритейлеры пришли и покупали какие-то марки больше, какие-то марки меньше, но, грубо говоря, этот хакатон довел до того, что, как бы ритейлеры запустили и ритейлеры часть из этих брендов забрали. Ну вот участники шоурума, просто чтобы вы тоже чуть-чуть с ними познакомились. Это, кстати, тоже все бренды, с которыми вам было бы... Ну, они умеют работать с информацией, они работают с сообществом, у них классные там актеры, художники в тусовке. Они пока не совсем видны, потому что у нас рухнула система. Точнее, у нас занято было... Знаете, как вот сто богов. Вот мы, если попросить вспомнить сто богов, мы вспомним греческие боги, которые в детстве у нас заседали в голове, и это не турецкие боги, это не китайские. Место в голове у нас занято, у нас онтология там. Мы, когда магазин региональный приходит в шоуру, он говорит, так, русский, понятно, на итальянском есть, потому что мы копируем те образы для подражания. А вот эти бренды, ну, про эти монички, то есть много таких сейчас брендов, они все чуть-чуть, чуть-чуть как будто бы начинающие, ну, кроме каких-то таких самых больших, успешных, но они хорошо понимают эту ситуацию, и к ним нужно прислушиваться, потому что они именно с гибридным продуктом работают, они могут и вещь делать, и красиво о ней рассказать. Можно было бы с ними сделать какие-то коллаборации, повзаимодействовать, потому что им, на самом деле, ручной труд, для того, чтобы в люксе, в премиуме продаваться, им необходим ручной труд, им необходима ваша компетенция. Без этих компетенций они будут в низком премиум-сегменте, потому что, ну, как бы, нет ничего уникального. Что такое гибридный продукт? Например, гуччи, если вы не смотрели, то гляньте, у них и безумные съемки, и как бы куча всего интересного передового технологичного, так что ты каждый раз немножко в шоке, как они цепляют. И, если посмотреть, вещь, она так сложно сделана, там такие ручные техники, там развивающийся, живой НХП, не цифровизирующий, который нам нужно спасти и передать молодым, да, эти знания, потому что иначе это все уйдет, а у них как бы живое, молодое, как бы, такие, как бы, какие-то, и постмодерн, там уже, как бы, не просто традиции, ручная труда, но там столько сложных, они настолько сложные вещи, что вот именно в этом сфере и гибридно-информационный продукт, мощный, там миллиардные инвестиции, и производственные вещи, вот эти вот все моменты, связанные с ручным трудом, они тоже очень сильные. вот, дагестанский продукт Мэжа, Гапанович из севера, моя работа тоже, вы расскажете потом про нее, так, это украшуру, этики-партнеры, этапы работы, то есть систематизация, подготовка презентаций, ну, ну, ладно, это все, наверное, да, не так важно, вот, и я покажу еще сейчас, как бы, как бы, небольшое переложение, небольшое переложение на Татарстан, на шоку Катана, мы его еще пока не запустили, но мне кажется, что если вы увидите переложение, вы тоже поймете, каким образом это можно работать, во-первых, в вашем регионе, а во-вторых, как бы, в вашей зоне, да, то есть, как бы, смотрите, ну, вообще, как бы, почему вот, что такое Катан? Катан – это хакерский марафон, слово означает «хакер», которое там что-то, ну, необычное, новое делает, взломовая система, и марафон, как быстро, за два дня. Тут мы тоже пытаемся сделать так, чтобы сбалансировать партнерскую цепочку. Вот партнерская цепочка, она с какое-то количество игроков, и мы хотим им дать возможность укругниться в какой-то организм, и совместно создать продукт, который в длинной цепочке создается. То есть, без ритейлера марки не сможет попасть в потребителя. Без производства ритейлер не сможет, ну, как бы, марки, они все штучно в экземпляре, когда шьют, это бешеные деньги. Без креативной индустрии и, как бы, собственно, есть коллаборация с традиционной креативной индустрией, это тоже не будет работать. Сейчас я про это расскажу, а пока одну маленькую мысль, почему вам важно подписаться на какое-то количество модных брендов и вообще следить за индустрией моды. Потому что, когда сто лет назад, двести лет назад существовали вот эти ремесла и промыслы, с которыми вы работаете, все это были бизнесы, все это были бренды. Они были в рынке, они были успешны, они все знали, иначе мы бы их просто не запомнили, их бы не ретранслировали. Это были успешные бизнесы и бизнесы, которые в постиндустриальной эпохе сейчас мы называем модными бизнесами, потому что они создают гибридный продукт, не просто какую-то вещь, но вещь, которая наделена смыслами, и этих смыслов, и роль киберпространства в нашей жизни растет, мы все больше времени проводим в телефонах, и дальше у нас будут очки, на том, на реальность уже выводят, информация будет еще больше, поэтому правильнее работать с традицией, правильно ее беречь, но еще правильнее ее переплавлять современность, а тут надо уметь пустить как бы художника, потому что он не будет работать только с традицией, он должен ее переосмыслять. Каким-то образом нужно делать вот такой баланс архива, как это делает Балеттияга, там Гуччи, успешные мировые бренды, у них есть баланс архивов, с которыми они работают, они делают выставки, они удерживают это все и влияют, и баланс вот этой современной выхода в современный джен-зет по большому жилу, для того, чтобы в Тинлянг пошел в Тик-Ток, по факту. Да, соответственно, постиндустриальная цепочка в Казани, как можно было бы ее построить на базе Хракатона, как мы это видим, мы можем взять 10 ритейлеров, которые существуют сейчас, у всех этих 10 ритейлеров есть дефицит, у них у всех есть дефицит в МХП тоже, да, то есть, я же правильно, ну, ремесло, правильно, ремесло называют, да, ну, как бы, у них вот дефицит ручных объектов огромный, молодые ребята ходят на, делать как-то качество, на какие-то такие штуки, потому что это одно из самых интересных, гляжут, это сейчас очень востребованная, классная штука, это модно, вот это попадает, и у всех магазинов во всем мире есть, как бы, некий запрос, что вот, как бы, клиент что-то хочет, а они не могут это подобрать, и вот понять, что хочет клиент типизировать, может быть, поэкспериментировать, с ними можно, если взять эти 10 магазинов, они дают некое техзадание, ну, как бы, они говорят, что им нужно, какой ассортимент им нужен, на этом техзадании проводится какой-то большой, большой конкурс, охватывающий всех, потому что, как бы, конкурс всегда, как воронка, и дальше, ребята что-то о себе рассказывают, ну, ребята, или, ну, без возраста, это не важно, и, как бы, на этом первом этапе рождения контрактации мы быстро отбираем 520, и только 20, дальше говорим, а вы идите работать, дальше производите, дальше они начинают инвестировать, 80, мы сэкономили ресурсов, они написали, мы нарисовали небольшой рассказ о себе, мы их, как бы, сохранили, как бы, предложили им обучение, и вам оставили 20, эти 20 дальше идут, и исходя вот из пожеланий ритейлера, и исходя из своей локальной идентичности, и других моментов, чтобы быть на других не похожим, и исходя из, может быть, даже конкретного ритейлера, тут еще важно, чтобы сами магазины не путались, должна быть, как бы, стратегия дистрибуции, этот магазин для, там, 40+, этот магазин, там, более традиционный, как бы, в Ватиканде, вот, соответственно, вот такую небольшую систему простраивается, эти 20, мара, производят сэмплы, магазины приходят, отсматривают эти сэмплы, как бы, в январе, после этого, как бы, эти сэмплы запускаются в производство в том объеме, в котором, собственно, магазины сделали этот предзаказ на следующий сезон. Ну, тут, в идеальном мире, вот эти, вот, 20 производств, отшиваются на какой-то фабрике, и, как бы, фабрика получает грант, вот, на конкретно отшив, вот этих вот историй, например, по миллиону рублей, вот, на конкретные эти вещи. Насколько я знаю, в НХП же много всяких моментов субсидирования, там, как я понимаю, как всегда, много сложностей, мы как-то пытались запустить проект, в итоге, как бы, все сказали, что деньги после, типа, нам не зачтут. В общем, как бы, есть много бумажной волокиты, поэтому не все вот так вот бросаются, но все равно инструменты поддержки есть. Поэтому, ну, да, и, соответственно, здесь вот работа с осовремениванием ДНК, да, чтобы мы работали не просто с традицией старой, чтобы мы работали с современной традицией. Вот. И после того, как этот процесс происходит, один раз товар попадает на полку, то что очень важно, что товар попал на полку, он не у вас хранится, в моем складе на, там, где-то, он попадает на полку по заказу ритейлера, по запросу ритейлера конкретные, вот, какие-то вещи. Вот. Ну, и дальше это может повторяться, потому что, если это проходит один раз, как бы, с некрегрентной историей, то дальше это все цифровизуется, и банк, который участвует сразу на, ну, в этом процессе, он видит все эти этапы, как все это проходило, понимает риски, и понимает, кредитную ставку, и она уже не рисковая, безумная, да, что здесь риски, здесь риски, здесь риски, здесь риски, а здесь, как бы, выстроена целиком цепочка, в которую, ты понимаешь, что, как бы, ну, банк инвестирует только в производство, которое на уровне марки, там уже наценка 2, обычно, ну, может быть, чуть меньше, ну, как бы, если там 20 миллионов превращается в 40 миллионов марки, которая инвестирует в проективную индустрию, в сэмплы, и в 80 миллионов в ритейл. То есть если вот так вот укрупненно эту статегу и описать, то она вот работает так. Вот. Ну, собственно, почему я тут все рассказываю? Потому что это можно делать на уровне групп, а можно делать на уровне одной компании. И мне кажется, что вот эта вот обратная контрактация по настройке групповой работы, она очень важна, и для того, чтобы вам вашу сложную, возложенную на вас миссию по сохранению промыслов выдержать, выполнить, вам нужно, как бы, разделить, мне кажется, два направления, одно цивилизация, второй бизнес, вот весь этот бизнес должен справиться с от ритейлера, нет, вашего ритейлера, от того ритейлера, который вы сейчас покупаете, потому что объем 2 триллиона, освободившиеся нише 450 миллиардов. И все говорят, где ручные вещи? Как нам? Ну, что такое люкс в России? Люкс это ручной труд. Ручной? На этой позитивной натяжке. Дорогаю за карточку. Спасибо большое. Спасибо. Так, и я передаю слово. Или антракт? Антракт. Да, кстати, вопрос, я чуть понижал, вопрос тоже, давай говорить, потом, да. Смотрите, ну вот тут вот... Мы сейчас дообогащаем эту систему, тут же мы много лет уже с этим работаем. Мы чуть-чуть по-другому это сейчас перезазвали, но в ритрике, я думаю, он там... Нет, смотрите, это классный вопрос. Смотрите, мы берем, нам, собственно, экономические факультеты, если того интересно сложно, я просто калитика и попроще, если... Они берут, говорят, смотрите, нужно создать архитект, обликовый проект. Вот как обликовый проект делается там в стройке. Сделайте любой обликовый проект. Вот мы, собственно... Ну, это последовательность не с неких действий, но это можно... Я даже не знаю, насколько это... Я пока, честно, я не понял, что это значит. Компоненты работы, компоненты связанности, элементы иерархии, я пока... Но, то есть, это уже более сложная модель, это то, что я нахожу. Это тоже прекрасная штука, вот они для Росатова. Вот это вот, как бы то, что балансировка требований. То есть, сначала, как бы мы видим, что все разобрано, у всех все трясет, как бы мы отправили санкул, вдруг санкул потерялся, как бы и... И, как бы, вы не надежная компания, это важно за время и следа. Мы говорим, нет, санкул потерялся, надежная, да? Ну, как бы, вот эти вот трения, вот этот вот несбалансированный Рубик еще несколько лет будет, пока мы его... Ну, эти матрицы требования не сбалансируем, не отследим, вот мы сейчас на шоуруме упаковали вещи, отправили, а кто-то коробку пенал, как бы мы не сфоткали. Ну, то есть, это наша ошибка, что мы не сфоткали, как мы отправили. Вот вся эта последовательность действий, ну, простыми словами, она как бы вот... в это превращается. А вот, собственно, здания, которые построили... То есть, в стройке уже работают вот эти вот структуры, они называются альянсы. Альянс, то есть, грубо говоря, если ты работаешь, простраивая эту модель, есть многих тысяч подрядчиков, то есть управляющая компания альянса, которая вот является архитектором. Она простраивает архитектуру, она договаривается, она корректирует какие-то бонусыровки, понимает, как устроен, ну, как бы, наблюдательный совет и, в принципе, вообще вот, вся эта организация. И вот, британцы провели проект, там, они показали, что 26% экономика за счет того, что простраивается система. То есть, грубо говоря, госплан, если бы он был не госплан, а вот альянсом, он бы был эффективен. Цена изделия была бы на 26% меньше. Мы выстраиваем все цепочки, по-моему, мы выстраиваем цепочку от самого начала до самого конца. Но как бы ритейл, это, ну, как бы, туда заходят детьми. Ритейл, он правильно работает. Ритейл обязательно нужен, потому что ритейл, это где уходит с потребителя. Но мы пытаемся дойти дальше до самого конца, просто на уровень фабрик зайти сложнее, потому что вы получите другие инвестиции, более сложные. Мы для них немножко доберемся, когда доберем масштаб. То есть, вот сейчас у нас, как-то, что-то у нас будет, там 30 тысяч. Как бы, плюс мы цифровизируем более детальные процессы, мы как бы соберем это все в единую экономическую модель с этим, потому что мы построили уже фабрик. Но на самом деле, вот сейчас для строительной компании в Москве мы прорабатываем открытие большого пластера в Москве, там, типа, они говорят, сколько нам построить? 10 тысяч или 100 тысяч? Ответьте на этот вопрос. А мы не очень понимаем, может быть, это лучше функция китайская, как бы, мы не до конца понимаем, но как бы, это же 10 тысяч швей. Швейдин? Да. А вы, как раз, да. Да, это тоже очень правильная история. А может, спросите, у меня такой, как бы совсем маленький, я совсем, как разумеется, у меня маленькая, интерьерная. Я столкнулась с такой, с такой, я заклюнула, у меня заказов было огромное количество. Что вы делаете? А интерьерная, у Паллина, Паллина, и я не могу себе, когда в работе, то есть у меня была идея, как бы, я уже даже пробовала, персонал, который будет, какой-то, дублировать мои работы. Я не могу, когда в работе, то есть получается, они, я предоставляю материал, я обучаю, делаю модели, то есть, человеку, как бы, не делаю. То есть как быстро эти производства... Да, а в итоге получается, что их работы не пробуются, а в моем уходе права. Я понял. Тут есть два... Смотрите, в работе с ремеслом есть два направления развития. Одно направление развития, вы повышаете маржинализм. Второе, вы выходит на стерлаж. Вот. Вы сейчас говорите... Вы не можете выйти на тираж, поднимающий маржинализм. Я понял. Вот смотрите, это преподавание, механизмы работы, потому что, я не совсем эксперт в этом, но контроль качества, установка, обучение. Вот все-таки, самое главное, контроль качества, на самом деле, и внутри. Потом, что вы улучшились, это практически по инфону на работе. Смотрите, и, 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 либо вы масштабируетесь, либо вы повышаете маржинализм. Если вы говорите, у вас куча заказов, вы поднимаете цену. Либо вы кучите, либо вы... Либо вы поднимаете цену. Как бы засада... Вы уходите в более премиарный сегмент. Это, ну, если есть заказ, по-другому никак. Ну, и тоже выход в премиарный сегмент, не означает, что вы тупо поднимаете вещи. Когда говорят про марки, выход в премиарный сегмент, вы говорите, самые базовые вещи, вы оставляете. Но добавляете какую-то классную фишечку новую, новой дробой. Забудите по более высокой цене. Ну, то есть, как бы, и потом привыкать. Как вы добавляете, вы видите, по вот этому персонажу, чего ты добавляешь, и она, естественно, осталась. Можно так. Да. Ну, и вот тут мы попробовали, собственно, запустить, но вообще, кстати, а вы чем? Вот это вот надо срочно менять, потому что, ну, грубо говоря, да что-то. это уже давно, кластеры, мы тут, кто-то на кластеры, это всякая кучка производства, производства, наши снатолицы, действительно, это только вот такое количество, это только, это только, это только одежда. Это первый этап, второй этап, это работа с, как раз, с праздником, потому что огромное, много журналистов, кладов, именно в этом году, это деньги, я понимаю, я просто делюсь. Третья, третий, третий момент, который мы у нас, туризм, переехали на Коэр на Коэр на Коэр на Коэр на Коэр на Коэр. И вот это вот очень классно. И тут, мне кажется, ну, не просто вся цепочка, а вот вы, скорее всего, то есть обычно, мы с вами родители Советского Союза, и там как бы легкромно. Вы говорите, мы цепочку производства, а люди, которые, ну, вы опираетесь на какую-то предыдущую, научную школу такую, да, как эти цепочки производства строить. А там нет, теперь постиндустриарной экономики, там нет креативной экономики. Поэтому как бы пластеры производственные, оно работает. Пластеры производственные, они все равно работают, нападают. Нужно делать пластеры производственные, креативные, или партнерность, и с каким-то креативным, который будет вот разворачивать вот этот момент, там, например, оптовые производственные. Пластеры производственные. будут продлигать наши производства. И еще, знаешь, какая-то отличная. Ну, сейчас же такой системой строится. А вот, недавно выйдут, да, и там женщины, которые, которые ее родственники, в шнете, это шоу-демы, красит, ну, как-то даже красит, я увидел, что в них тоже очень небольшой потенциал, потому что, когда сохранен цикл, и он интегрируется. Ну, вот так же, вот, 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 политическая история, он стокусирует, извиняя, а, он, что, я, 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 Я имею в виду, что именно пик, как и вроде, в игре могут эти премесленники, которые сами как-то работают в сон, для меня это очень маленькие сусы, которые арт, как бы, подряды. Что-то такое чиновное проекты, которые пока работают с долгими сетями назад. Мы это используем из ваших коллекций. Почему мы это? То есть, вот, как я сейчас говорю, проблема, где вам получается, нужно сделать это на уровне всей культуры. Давайте мы сейчас координируемся, о чем я буду дальше рассказывать. Продолжение следует... Сейчас. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.